Хлеб, соль и народные песни – все, что нужно, чтобы встретить гостей. В деревне Калейкино отметили День гусиного пера или Кас-Омесе. По традиции, помочь хозяевам дома разделывать птиц пришли соседи. Но сначала нужно прочитать молитву. В этом доме праздник отмечают крещённые татары. Маргарита Квасова старожил деревни. Она выросла с бабушкой и мамой. Отец не вернулся с войны. Жизнь была тяжёлая. После семи классов она пошла работать на ферму. Жили с верой, соблюдали все обычаи. Всегда держали гусей. Ну, 6-7 гусей было. У кого-то 10 штук. По-разному бывает. Два гуся мы оставляли, чтобы ещё были. Они яйца несут и высиживают, чтобы потом тоже были гуси. Когда 5, когда 6, когда 10, даже 12 было. Гусиным пухом набивали подушки и мясо ели. Старинная традиция передаётся из поколения в поколение. Раньше верили, что за работой молодые люди знакомятся и создают семьи. А принесённый в жертву гусь несёт хозяевам дома богатство и прибавляет здоровье. В наши дни день гусиного пера – возможность для соседей и родственников встретиться и пообщаться. Собираемся же на это мероприятие. Мы сохраняем культуру. Мы там обсуждаем, кто что, кто заболел, кому надо помочь, у кого такие проблемы. В организации события жителям деревни помог Алиметьевский совет ветеранов. Оно стало частью проекта «Живая нить традиций народов республики Татарстан». Елена Баура, Антон Николаев, Новость Юго-Востока.